привет добро пожаловать на канал нитка ниточка меня зовут оксана и сегодня мы поговорим о свитерке который вы видите на мне начнем пожалуй с ниточек я вам покажу этикетку и на ней написано что нитки эти предназначены в основном для вязания носочков но почему бы не связать свитер решила я и приступила к работе итак какой состав у этих ниточек значит ну во первых в 100 граммах мы находим здесь 410 метров это замечательно я люблю когда большая длина нити но если нитки так много за этим скрывается другой сюрприз чем тоньше нитка тем больше ее длина в матке а если нитка тонкая то не всегда очень легко и быстро можно найти рисунок выкройку и вообще определиться с выбором модели состав у этой ниточки следующий 75 процентов шерсти супервош и 25 процентов полиамида когда я вязала его в руках эта нитка была честно говоря не очень приятной она была какой-то очень грубоватой и ну не могу сказать что она напоминала по ощущениям проволоку но все время как-то вроде бы как намек был я думала зачем я вяжу себе свитер ведь если я надену его на тело это будет неприятно но надо всегда доводить эксперименты до конца даже такие сомнительные представьте себе что когда свитер был готов восторгу моему не было предела почему потому что после стирки он превратился в нежнейшее приятнейшее изделие поэтому я ни разу не пожалела о том что я его связала и конечно нитки для носочков должны иметь какую-то особую структуру они должны быть гораздо прочнее потому что носочки часто изнашиваются именно поэтому ниточка для носочков должна быть более прочной обязательно вчитываемся в инструкцию на этикетке там где расположены вот эти значки где скрываются рекомендации по уходу разрешается стирать на 40 градусов но почему-то не в машинке могу вас успокоить в машинке этот свитер стирался и как я уже обещала однажды я покажу как я это делаю стирала я его в машинке на 30 градусов и все было великолепно гладить на единичку утюгом нет я не глажу свои вязаные вещи никогда еще пока этого не делала но меня обрадовало то что кроме рисунка носочков вот здесь в этих инструкциях нарисован и свитер то есть я не совсем уж нарушила пожелания производителей этих ниток спицы я очень люблю три три с половиной здесь как раз был такой размер спиц и сейчас поговорим о том откуда из какого журнала я взяла выкройку и описание для этого свитера и так журнал верена с летним платьицем на обложке и все модели там посвящены летнему сезону и называется он лето 2014 года и это второй номер как раз за этот 2014 год вы могли заметить что мои модели даже связанные по указаниям журнала очень часто не похожи на то что задумывалась авторами вот выкройка которую я использовала для моего свитера это ажурный летний свитерок ярко салатного цвета мой конечно совсем другой отличие между моим и журнальным свитером заключается еще и в том что в журнале у девушки сзади есть планка с пуговицами то есть этот летний свитер был задуман с застежкой по спинке я конечно это отменила потому что у меня спина цельная и мне это никак не пригодилось бы но в этом свитере вы можете заметить слегка спущенное плечо вот именно она меня и привлекло мне показалось что в этой модели это будет выглядеть замечательно очень хотелось бы вам показать как получились боковые части полочки и спинки посмотрите как лег рисунок у этих ниточек если бы из них вязались носки он был бы совсем другой но из-за того что здесь набиралось большое количество петель видите получились такие вот разводы и такие очень растянутые ромбы мне нравится этот эффект надеюсь вам видно что в этом свитере на темно-синем фоне мы можем видеть полоски такого болотного или даже цвета хаки сочетается он с таким ярко-розовым я бы сказала цветом фуксии и при этом в местах пересечения можно заметить что эти нитки становятся немного фиолетовыми ну и должна признаться что поначалу я не очень верила в то что он будет идти мне к лицу мне казалось что он немножечко мрачноватый но люди которые видят его говорят что он не очень идет и конечно меня эти отзывы радуют но и для того чтобы подчеркнуть эти минимальные вкрапления сиреневого цвета в этот свитер я предпочитаю носить с ним вот этот темно-сиреневый шарфик они очень дополняют друг друга и шарф украшает свитер если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до встречи